Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил вопрос, который очень многих людей не оставляет в покое. Это «Какова же участь младенцев, убитых во чреве матери?» Сегодня одна из самых болезненных проблем материнства — это как раз-таки наличие в нашей жизни такого понятия, как аборт. Более того, не просто наличие этого понятия и фактическое, очень массовое употребление этой медицинской процедуры, а то, что она стала очень массовой. Очень много женщин отказываются от своих детей, убивая их, еще во чреве. Да, это достаточно жесткие слова, но нет разницы отказаться от ребенка, уже родившегося, или убить его еще не родившимся. Да, даже, наверное, лучше отказаться от того, кто родился, нежели убить его во чреве. Многие апеллируют к тому, что тяжело будет содержать, многие апеллируют к тому, что мы боимся, что он родится не таким, но не таким хорошим, или мы не сможем ему дать полноценного образования и так далее. Это все, конечно, наше состояние, наши амбиции, выражение наших амбиций. Иногда это страх, но здесь речь идет о их посмертной участи. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, что в беседе с Никодимом Христос говорит, что не родившись от воды духа, не наследует Царство Божие. В то же время, когда мы читаем Евангелие от Матфея, то мы встречаем там случай с благословением детей, которые приходят ко Христу, им воспрещают к нему приходить, а он, наоборот, говорит о том, что необходимо к нему их пустить, потому что таковых, то есть детей, есть Царство Божие. Христос часто апеллирует к этому состоянию младенчества, и апостол Павел говорит, что на зло мы должны быть как младенцы, не отвечающие на зло. Но что же будет с теми, кто не принял крещение? Есть те области богословия, на которых нет однозначного ответа. Православному человеку стоит в разрешении таких вопросов опираться на опыт святоотеческой практики православной церкви. Но и здесь мы не найдем однозначного решения на этот вопрос. Есть слова Блаженного Августина, есть слова святителя Григория Богослова, есть слова многих других святых отцов, которые можно условно разделить на три лагеря. Первое, такое юридическое восприятие, что все, кто не принял крещение, все, кто, например, умерли в очреве и произошел выкидыш, например, что очень часто случается не только сегодня, но еще больше в древности, когда не было той помощи медицинской, которая могла бы сохранить женщине беременность. И этим вопросом задаются не первый век. Так вот, первая, наверное, самая крайне юридическая теория о том, что да, они не приняли крещение, поэтому они не войдут в Царство Божие, но и более того будут мучиться. Следующая теория святоотеческая говорит о том, что младенцы, которые умерли в очреве матери, они не будут видеть лицо Христа, но в то же время и не будут иметь никаких мучений, потому что они ни о чем, ничем не согрешили, чистые существа. И есть третья теория о том, что младенцы, не принявшие крещение, умершие до крещения, либо которые не родились вовсе, они будут наследовать Царство Божие. Также ряд подвижников благочестия XX века, когда этот вопрос приобрел такой массовый характер, говорили о том, что младенцы, которые убиты в очреве, будут восполнять тот сон ангельский, который отпал в свое время с падением Деницы. Есть и такая идея. Почему такая поляризация мнений, и мы не можем с вами найти консенсус патрум, то есть общего согласия большинства отцов, авторитетных отцов церкви по этой теме. Большинство наших святых отцов были люди монашеского типа жизни. Они редко задавались вопросами о судьбе умерших младенцев или младенцев вовсе. Их предметом особенных отношений, особенного труда являлась молитва, пост и вообще монашеское житие. Мы не так часто видим у святых отцов сугубо пастырскую такую универсальную проповедь. Чаще она обращена к самому писателю. Это передача опыта самого писателя своим слушателям или читателям, или своим ученикам. Вторая немаловажная вещь. Мы верим в любовь Божию. Бог нас безгранично любит. А если Бог нас безгранично любит, вне зависимости от того, грешники мы или праведники, потому что любовь Божия простирается на всех одинаково, вопрос в том, насколько я воспринимаю любовь Божию и благодать Святого Духа, даруемую мне. Так вот, если Бог есть любовь, если Бог так меня любит, неужели Он хочет моих страданий? Нет, Он хочет моего спасения. Вот как раз-таки в этом отношении большинство отцов сходятся, что на страшном суде Христос будет искать не возможности нас осудить, а как раз-таки малейшей возможности спасти нас. Будет как самый большой адвокат и судья, который ищет праведного, нелицеприятного и самое главное объективного суда для каждого конкретного человека. и мне кажется, что любовь Божия простирается и на этих младенцев. Я уверен в этом, я надеюсь на это. И что мы с вами увидим наших сыновей и дочерей, которые не дошли до сегодняшнего дня по тем или иным причинам, какие бы они ни были, встретят нас, если мы сподобимся Царству Божию. Всем желаю доброго здравия и долгих лет жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.